Сегодня 21 февраля. Ровно 280 лет назад, 21 февраля 1739 года, крепость, построенная на Куньи и Волошке известным русским государственным деятелем, историком, командором Оренбургской экспедиции Василием Татищевым, получила официальное название. Первоначально он хотел дать новой крепости имя Епифания, что в переводе с греческого означало «просвещение». Однако его убедили назвать новое поселение Ставрополем, то есть городом-крестом или городом-креста, что соответствовало духу и назначению новой крепости. Это поселение еще называли Ставрополем-на-Волге или Ставрополем-Волжским. Приемником его является город Тольятти. Ровно полвека назад, 21 февраля 1969 года, состоялся первый пуск ракеты-носителя Н-1, изготовленный на Куйбышевском заводе «Прогресс». К сожалению, он оказался неудачным. Ракета упала в 52 километрах от стартовой площадки и сгорела практически дотла. Ежегодно 21 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается Международный день родного языка. А еще сегодня Всемирный день экскурсовода. Поздравление с днем рождения сегодня принимает депутат Самарской губернской думы Виктор Владиславович Егоршин. Также 21 февраля были рождены советский режиссер-мультипликатор Александра Снежко-Блотская, французский модельер Юбер де Живанши, американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Захар Серповидец. Женицы молились этому святому о хорошем урожае. В день его памяти крестьяне много внимания уделяли серпам. В связи с этим говорили, не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа. Таким вошло в историю 21 февраля. Всего вам самого наилучшего!